МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского района. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В Видном продолжаются работы по комплексному благоустройству. Все очень красиво, все подъездные дорожки, все хорошо сделано для колясок. Состоялся оперативно-профилактический рейд ГИБДД «Нетрезвый водитель». Надо, чтобы ловить пьяных на дорогу, чтобы не давили никого. В Центре культуры и спорта поселка Измайлова открылась фотовыставка под названием «Я люблю свою семью». Я постоянно прохожу по коридору и обязательно остановлюсь и еще раз полюбуюсь. Работы по комплексному благоустройству создают жителям временное неудобство. Но когда они закончатся, наш город заиграет новыми красками, а население будет жить в комфортной городской среде. Летняя пора – время комплексного благоустройства. Сразу на нескольких объектах на разных территориях можно увидеть сотрудников районных служб, которые делают наш город лучше и комфортнее. В Расторгуевской части города на улице Центральной работы начались недавно. Сейчас здесь меняют бордюрный камень. Чтобы не создавать жителям лишних неудобств, ремонт сначала завершится с одной стороны дороги, а потом начнется с другой. Затем произойдет полная замена дорожного полотна и обновление тротуара. Здесь только начались эти работы. Может быть, неделю, как только приступили. Вообще, работы должны быть завершены до 30 августа. Я думаю, что завершат их гораздо раньше. Будем стараться, чтобы не причинять неудобства жителям. На улице Тинькова, также в Расторгуеве, после выезда из тоннеля уже сняли асфальтобетонное покрытие. Сейчас дорога вся в ямах, но уже скоро автомобилисты и пассажиры общественного транспорта будут ездить по новому гладкому асфальту со свеженанесенной разметкой. Если там в течение лета это сделают, чтобы до снега, без дождей, чтобы не клали в лужи или не клали на снег, тогда будет нормально. Есть, конечно, положительные моменты, но есть над чем еще и работать. Работать и работать. Но это естественно. Всегда хочется лучше. Вот хорошо вроде бы, а что-то еще хочется. Люди стали более требовательными. В другой части города, в жилом комплексе «Видный», работы проводятся во дворе с учетом обязательных элементов благоустройства. Обновленный асфальт появился еще пока не на всей территории, но работа движется. Уже сейчас у подъездов установлены новые скамейки, а дети могут играть на современной площадке. Что изменилось? Асфальт, все как бы очень красиво, все подъездные дорожки, все хорошо сделано для колясок. Глядя на темпы, с которыми идут благоустроительные работы в муниципалитете, с уверенностью можно сказать, что юбилейную дату 90 лет Ленинскому району город Видное встретит свежим и обновленным. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Зачастую именно водители, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, являются виновниками несчастных случаев на дорогах. Для уменьшения числа аварий сотрудники ГИБДД Ленинского района провели оперативно-профилактический рейд «Нетрезвый водитель». Анастасия Воронина продолжит. Еженедельно сотрудники ГИБДД Ленинского района проводят разные профилактические рейды. В этот раз массовая проверка в рамках акции «Нетрезвый водитель» состоялась в городе Видное. «Мероприятие, в первую очередь, направлено для того, чтобы напомнить водителям о категорическом запрете управления транспортным средством в состоянии опьянения. Было задействовано порядка 12 человек личного состава». Рейд проводился в несколько этапов – ранним утром и вечером в субботу и воскресенье. Сотрудники ГИБДД останавливали автомобилистов, проверяли документы и по визуальным признакам оценивали их состояние. А при наличии достаточных оснований некоторых водителей просили пройти проверку на трезвость. Многие автомобилисты, как и Андрей Васильков, отнеслись к работе сотрудников полиции с пониманием. «Правильно, что проводят. Там уже так и надо, чтобы ловить пьяных на дорогу, чтобы не давили никого». «Трезвый водитель должен быть трезвым водителем? В принципе, я трезвый, не боюсь. Можно проверить». В ходе проведенного рейда сотрудникам ГИБДД удалось выявить несколько правонарушителей, находившихся в состоянии опьянения. Теперь пойманные нетрезвые водители будут обязаны понести предусмотренную административную ответственность. Штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком на от полутора до двух лет. Анастасия Воронина, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Несмотря на летние каникулы, в Центре культуры и спорта поселка Измайлова кипит творческая жизнь. В рамках подготовки к Всероссийскому дню семьи, любви и верности здесь организовали фотовыставку с говорящим названием «Я люблю свою семью». С ее инициаторами встретился наш корреспондент Максим Козлов. Нередко в крупных городах даже обширные выставки мастеров не привлекают особого внимания. А в поселке Измайлово хоть и не могут похвастаться масштабами, зато с первого взгляда видно фотографии, подобранные с душой. На снимке Натальи и Гангард встретились история и современность. Это было очень интересное мероприятие. Бессмертный полк. Мы участвовали в этом году со своей семьей, с моей дочкой, с сыном, мужем. Это данное мероприятие проводится ежегодно в нашем поселении. Есть о чем вспомнить. Большинство участников выставки либо сами занимаются в центре, либо приводят сюда своих детей. Готовим сейчас мы программу, это День семьи, любви и верности. И вот к этому дню решили организовать такую выставку, фото-выставку, которая включила в себя в основном жителей нашего поселения. Потому что часть из них как раз будет участниками этого мероприятия. Фотографии сделаны непрофессионалами. Их сложно рассматривать как произведение искусства. Тем не менее, в каждом трогательное признание в любви к своей семье. Впрочем, это не единственная импровизированная выставка, которую могут посмотреть посетители мечты. В фойе Центра культуры и спорта расположилась еще одна выставка. Она получила название, как известная песня Барда Олега Митяева, «Лето – это маленькая жизнь». Здесь представлено 20 работ, выполненных в разной технике, но глядя на них, понимаешь, дети рисовали мечту. Экзотические пальмы и цветы Среднерусской равнины – горы и степи. Фантазию детей, работы которых оказались на этой выставке, никто не ограничивал. То, что дети хотели, то они изобразили на рисунках. Мне очень нравится, например, вот этот рисунок. Горы и, как говорится, тут домики. Сразу фантазия разыгрывается. Ну и цветы просто необыкновенные. Я постоянно прохожу по коридору и обязательно остановлюсь и еще раз полюбуюсь на эти прекрасные рисунки. Преподаватели Центра Мечта уверены, у всех есть возможность прикоснуться к прекрасному. Было бы желание. Это тот самый случай, когда в тесноте, да не в обиде. Несмотря на то, что полуподвальное помещение Центра Мечта кажется небольшим, здесь располагается 14 творческих коллективов и 12 спортивных секций. Их посещает более 600 детей. Побывать на этих выставках может любой желающий вход на территорию Центра культуры, спорта и работы с молодежью Мечта абсолютно свободный. Максим Козлов, Александр Будников, Сергей Ларин. Видное ТВ. Продолжая серию сюжетов, посвященных 90-летию Ленинского района и Московской области, мы не могли обойти вниманием старейшие школы Видного. О них нашему корреспонденту Екатерине Борисовой рассказали сотрудники районного историко-культурного центра и краеведы. Знакомство с историей города Видное, маленькие гости историко-культурного центра начинают со знаковых улиц. Школьная, красный кирпич, заводская, белый кирпич. Чем ниже дома, тем старее улица. Так уверяют сотрудники центра и нагляднее, и запоминается лучше. Жизнь методиста историко-культурного центра Татьяны Зыряновой неразрывно связана с улицей Школьной и школой номер два, в которой она сначала училась сама, а затем долгое время работала учителем музыки. Наша школа номер два, она была построена вообще первой в поселке, хотя считается номер два. Только через пять лет построили школу номер один, которая сейчас вот пятиэтажная современная школа. Ну, номер два так и осталась за нашей школой. Мало кто знает, что до 1965 года школа номер два на самом деле была под другим номером – 561-я школа города Москвы. Для трехсот учеников она открыла свои двери в 1950 году. Первый директор школы Федор Матвеевич Горлов ввел драматический кружок в школе. Под руководством ученика легендарного Станиславского ребята сами шили себе костюмы и делали декорации. Краеведу Михаилу Завьялову довелось участвовать в тех постановках. У нас был театр, я там помню, в бане Маяковского играл там простратчика Ночкина. Уже после, в 1955-м, в Видном появилась школа номер один. Она была гораздо больше, в ней училось почти 900 учащихся. Отличительной особенностью школы стали большой пришкольно-опытный участок и оранжереи, в которых ученики сами выращивали овощные и плодовые культуры. А вот маленькие жители Расторгуева учились в те годы в школе номер шесть. Правда, поначалу, с 1929 года она располагалась на улице Вокзальной, а уже потом, в 1971-м, переехала в здание на Ольгинской. Сюда ходили дети из Федюкова и Калиновки, а также домов на Ольгинской, где жили работники заводов. Это дома заводов, кожзавода имени Кагановича, затем картонажные фабрики, где выпускали картон и упаковку, и фабрики Парижской коммуны, где делали обувь. И вот все эти дети из рабочих этих поселков ходили в шестую школу. Ну а вечером после работы и учебы все от мала до велика спешили в клуб. Так в ту пору называли заводчане районный центр культуры и досуга. Там занятия по душе находили буквально все. Мой папа пел в хоре заводском, мама приходила туда со своими ребятами-учениками, она преподаватель географии второй школы, Кандратович Раида Александровна, она преподавала еще рисование, еще хотела, чтобы дети ходили туда рисовать. У нас великолепнейшая была из-за студии. После занятий в клубе заводчане любили гулять по школьной и вдыхать необыкновенный аромат, который исходил от высаженных вдоль всей улицы лип. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова